Новость о том, что началась война, застала Анну Бурдину в Адлере, 17-летней девчонкой. В 41-м совхоз Черноморец, где юная Анна помогала собирать семена, сравняли с землей. Всё это под бульдозер пошло. Стались капониры для самолётов. Уже в 42-м году Адлер бомбили. Не верили, что это война ещё. Что такое война? Да, это страшно. Дети спокойные. Я родилась, не было войны пока до этого. Когда исполнилось 18, она ни минуты не сомневаясь отправилась в военкомат писать заявление. Была призвана на фронт в октябре 42-го. Даже мысли такой не было. Рвались все. Вы не представляете, вот вы молодые сейчас, вы не представляете, какие мы были преданные, преданные Родине. Анну Бурдину направили в Туапсе. Она была шифровальщицей. Проходила службу в 44-й железнодорожной бригаде. Работа секретная, поэтому фотографироваться, говорит Анна Акакиевна, не разрешали. С тех времён осталось всего несколько снимков. Нас туда посылали в разведку. Ну, мы ещё девочки были, да. Как говорят, не обстрелянные, ничего. Так нам не страшно ещё было. Ну, один из наших, это с моей настрою было девочки. Две девочки, значит, и обе адлерские попали в эту разведку. И мальчик был с Москвы. Вова его было зовут. А мне его и сейчас жалко. В общем, там его поймали немцы. Боевой путь Анны Акакиевны длинный и непростой. Адлер, Туапсе, Краснодар, Керчь, Севастополь, Одесса, Бухарест. Победу она встречала в Венгрии. Но война на этом не закончилась. Её отправили в Японию. Демобилизовалась Анна Бурдина в декабре 45-го. Вернулась в родной Адлер, где работала бухгалтером. Медаль она получила и в мирное время, как ветеран труда. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Субтитры подогнал «Симон»